МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Маленький принц говорит такие слова. Есть такое правило. Утром встал, умылся, привел себя в порядок, приведи в порядок свою планету. Вот я из тех людей, которые любят приводить в порядок свою планету. Мне нравится, когда я вижу вокруг себя изменения к лучшему. А это, наверное, удобнее всего сделать, когда ты имеешь рычаги, имеешь возможности, ну, своего рода в хорошем смысле, в хорошем понимании этого слова, власть для того, чтобы это делать. Какие проблемы удалось решить в ваш первый срок на округе? Сейчас, наверное, вот прямо вот перечислить все проблемы. Дело в том, что вот если так вот разделить, скажем так, основное назначение депутата, это, собственно говоря, работу в Думе, значит, законодательный ветвь власти, есть еще вот вторая часть депутатской деятельности, которая связана с обращениями жителей. Вот таких обращений, ну, очень много, причем совершенно на разные темы. И, скажем так, вот все, что ко мне обращается, я, конечно, стараюсь исполнить. Ну, вот, например, сказать, что это какие-то особые достижения, я не скажу. Ну, то есть, например, если сказать о, скажем так, реконструкции лестницы Миру Мир, ее можно подойти и потрогать. Можно сколь угодно спорить о том, качественно она реконструирована или нет, но объект заработал, да? То есть в нормальном режиме, значит, функционирует, в отличие от того, что это было, вот, скажем так, до того, как, скажем, я стала депутатом на Украине. Ну, еще 10 лет назад. Да, еще 10 лет назад, да. Вот. А есть вещи, которые, в отличие от лестницы Миру Мир, потрогать нельзя. То есть, например, вот, можно, в принципе, но как бы это слишком много трогать. Вот, например, звонят мне. Значит, вот буквально, как бы, там, на днях, скажем, оторвался лист крыши металлический. Сильный порыв ветра, он стучит, болтается, он может упасть, не дай бог, на ребенка и так далее. И вот ты начинаешь этот вопрос решать. Хотя, по идее, в общем-то, ну, как бы могли бы это сделать и жители, но это же замечательно, что мне доверяют, что ко мне обратились, я этот вопрос решаю. Вот таких вопросов очень много, и они связаны с самыми разными темами. Это и работа общественного туалета, и освещение, и уборка, скажем, мусора летом, снега, зимой. Вот. То есть, я хочу сказать, вот эти, наверное, все вопросы, как бы это вот то, что текучка основная. А по Крупнику, вот я уже сказала, например, про лестницу Миру Мир, ну, про нее мы часто говорим. Вот. Хочу еще отдельно сказать, считаю это тоже своей заслугой, проблему, проблема была поднята, проблематика благоустройства детского парка Пасусина. Это вот, наверное, еще один момент, из-за чего стоило идти в депутаты. Мне очень хотелось увидеть завершение того, что было там, скажем, начато. Вопрос был поднят, было очень много диспутов, да, на тему, каким должен быть парк, должно ли быть это благоустройство, должна была начаться заработать федеральная программа, да, комфортной городской среды, иначе мы просто бы, ну, наверное, отложили бы из-за финансирования эти вопросы. И вот в этом году парк благоустраивается. Вот. Мы увидели уже благоустройство парка Зернова, это тоже, скажем, наш созыв, начинался этот вопрос. Очень рада, что была и инициатором, и участвовала в обсуждении, скажем так, как инициирование жителей голосования за объекты, которые вот по комфортной городской среде реконструируются и благоустраиваются. Поэтому вот каких-то особых заслуг себе не припишу, но, я думаю, обычная депутатская деятельность. Насчет парка Сосина, я, насколько помню, там была очень сложная история. То есть одни жители хотели видеть одно, другие другое, но в итоге все-таки пришли к какому-то мнению. Мне кажется, вот это искусство прийти к согласию, потому что, ну, скажем так, вот я как депутат, ведь для меня все равны. То есть в каком плане? Пожилые люди, да, я их интересы должна выражать, поскольку у меня на округе и пожилые люди тоже, и они ко мне приходят со своими вопросами, со своими желаниями, но и семьи с детьми, и их желания, и их пожелания, и их заявки я тоже должна учесть, потому что они меня выбирали, они мне оказали свое доверие. Те люди, которые содержат животных, да, то есть которые любят своих питомцев, и их интересы тоже надо учесть. В принципе, это все жители города, все горожане, и мои избиратели в том числе. И если ко мне избиратели обратились по вопросу благоустройства детского парка, то я этим вопросом занималась, я этот вопрос отстаивала, и, в общем-то, в какой-то мере и вот пыталась соединить все эти мнения, участвовала в общественных слушателях, участвовала в мероприятиях, которые были направлены на рассмотрение проекта благоустройства парка. Да, я считаю, что вот, ну, опять же, всем надо заниматься. Как нормальный хозяйственник я понимаю, вот, да, что... Замечательно, многие говорили, что парк – это кусочек леса. Ну, и лесом надо заниматься. Его нельзя просто так бросить на произвол судьбы, да, и вот он будет лесом, замечательным кусочком, в котором все гуляют, да, уголком. Но все-таки это лес в центре города, по сути. В центре города, да. Это лес в центре города. Это аварийные деревья, деревья болеют. Новых деревьев там не подсаживали, ну, я не знаю, вот на моей памяти я недалеко живу, очень давно, может быть, лет 30-40. Это разбитые дорожки, да, это ржавые мафы, которые с заусенцами, вот, которые опасны для их использования. Освещение, которое уже не соответствует стандартам, которое находится где-то в зелени, там очень темно. Отсутствие там камер видеонаблюдения, которые позволяют вот невостребованные зоны использовать, ну, скажем так, асоциальным образом. Вот, поэтому я считаю, что любым объектом нужно заниматься, даже с профилактической точки зрения. А вот вопрос, а какие еще объекты в старом районе, как вы считаете, нужно благоустроить? Ну, такие вот крупные. Я понимаю. Ну, вот сейчас мы рассматривали, опять же, в качестве объектов для программы «Комфортная городская среда» озеро Боровое и, собственно говоря, сквер за художественной галереей. Да, хотел сказать бывшим кинотеатром «Октябрь». Я проголосовала за сквер. Тоже вот в последнее время как-то в связи с тем, что и памятник установили Сахарову. Ну, приходится и бывать в сквере, и смотреть. Вроде незаметно для глаза, но он действительно требует благоустройства. Выбитые плитки. Например, вот от здания городской администрации хорошо видно, что там провал, видимо, в грунте произошел, да, просела вот этот вот самый уровень почвы, просел. И, видимо, уже и фонтан требует реконструкции. Я очень хорошо помню, время летит быстро, а кажется, это было вот только что. Если мне сейчас там 55, там, например, да, а было тогда мне лет 15, то есть 40 лет назад при строительстве как раз теперешнего здания городской администрации встал вопрос и про реконструкцию благоустройства сквера. Очень многие протестовали тогда, был, ну, по тем временам казалось, что это здорово, был сквер зеленый, сиреневый такой сквер был, сирене много росло, и много подписей собирали против, но, тем не менее, были-то те, кто за, те, кто против. Естественно, вот какие-то голоса победили, значит, вот сквер был обустроен, и я считаю, что один из его минусов, то, что мало зеленой зоны вот в центре сквера. Он, вот, особенно сейчас жара, солнце, да, гулять с детьми, там практически нет навеса, под которым можно было бы укрыться. Вот, думаю, что, да, он требует сейчас реконструкции, но, опять же, если у нас было две зоны на голосовании, то я точно так же считаю, что и должна быть благоустроена зона, может быть, вот как мы, в свое время была очередность парк, там, например, Зернова, вот они и шли рядом буквально в рейтинговом голосовании. Зернова, Сосина, лыжная база, да, Боровое. Думаю, что и Боровое тоже на подходе для реконструкции. Меня, например, напрягает то, что и в старой части города, и вообще по городу у нас очень мало зон отдыха летних. То есть вот нам санэпидемстанция подсказывает, что купаться у нас практически, насколько я понимаю, можно на протяжке. А вот теперешний температурный режим, да, вот если кто-то сейчас видел, был на протяжке, там очень уже плотно, особенно вот сейчас и коронавирус, да, вот все-таки, да, мы понимаем, что у нас там эпидемиологическая обстановка. Мне кажется, что протяжку, были уже разговоры об этом, надо благоустраивать, надо делать зону отдыха, расширять ее. Ну да, должен быть городской. Возможно, даже задействовать уже берег, ну, скажем, вокруг озера. Вот я считаю, что вот такой пляжной зоны сейчас очень мало для отдыха. Тем более, что, ну, вот в мою бытность, в бытность там, когда моя дочка была маленькая, можно было отдыхать в черте города. Ну, вот если ты не спланировал свой отпуск, да, например, комбинировать дачу и присутствие в городе, ну, пляж городской, я считаю, что он очень нужен. В моем детстве такой пляж был. Давайте вернемся к вашему округу. Какие проблемные места еще остались? Проблемы – это то, все те проблемы, которые поднимают горожане. Да, пожилой человек, одинокий, пожар случился в квартире. Городской совет ветеранов просит помочь с ремонтом, да. Значит, обращаюсь в МОП-центр ЖКХ для того, чтобы помогли. Вот действительно ответ МОП-центр ЖКХ. Ну, насколько возможно, это сделали косметический ремонт, особенно тех зон, которые необходимо было привести в порядок. Обратилась Ленина-14, устарели ящики почтовые. Значит, нужно этот вопрос решать, значит, вот при поддержке депутата. Это тоже зона ответственности МОП-центр ЖКХ. Ну, а чаще с чем вообще, в принципе, обращаются? То есть вот такие... Ну, вы знаете, вот последнее время, последнее время, именно в этот созыв, значит, вот такая проблема возникла, как освещенность. И дворов, и в частности, вот обращалась в городскую администрацию, главе города, и встречались даже лично. Речь идет об освещении улицы проспекта Ленина в зоне домов от 2 до 16. Значит, там действительно зеленый массив. То есть если вдоль автомобильной дороги у нас есть фонари, то вот эта зона бывшего, ну, сейчас это магнит, бывший ресторан «Колокол», далее вот пятерочка, да, до общежития туда дальше, она очень плохо освещена. Особенно, когда в зимнее время вот обледеневает тротуар, да, где-то не всегда вовремя чистят, то как бы даже и опасно. Вот. Ну, вот в этом году удалось добиться того, что поправка была внесена в бюджет на этот год для разработки проектно-сметной документации. Потому что не секрет, что любая реконструкция, любое благоустройство у нас начинается с наличия проектно-сметной документации. Ну, то есть не все так просто. Нет, конечно, да. И не все, не обо всем знают жители. То есть, возможно, некоторые вопросы, им кажется, решение гораздо проще и быстрее, чем это есть на самом деле. Даже имея, скажем, в наличии финансирование, все начинается с того, что необходимо пройти разрешительные процедуры тех организаций, которые отвечают за коммуникации, да, за безопасность систем. Дома у вас на округе достаточно старые. Это значит тоже очень много коммунальных проблем, именно связанные коммуникации, электропроводка. Много коммунальных проблем. Ну, скажем так, за эти... За то время, что я являюсь депутатом, скажем так, территориальный округ не изменился. Вот как было, так и есть на округе 63 дома. Значит, дома старые. Первая каменная застройка города. Это, значит, дома от двух до четырех этажей. Как я уже говорила ранее, первые дома построены где-то в 50-е годы. Ближе к 60-м построены последние дома на округе. Значит, всего на округе 120 подъездов. Вот. Что требует тоже, как бы, вот, ну, конечно, проще, скажем, обойти округ и провзаимодействовать с жителями, если на округе меньшее количество домов, а они высотные, например, да? Когда... И новые. Да, и новые, да. В старых домах крыши текут. Но, к сожалению, этот вопрос, скажем, большей частью вне моей компетенции, потому что ремонт крыши – это взаимодействие жильцов и управляющей компанией. И это в первую очередь финансирование, то есть финансы. То есть если текущий ремонт, ее еще можно отремонтировать, например, да, в рамках тех вот платежей, которые коммунальные осуществляют жители. А капремонт крыши, если он требуется, можно произвести только через регионального оператора или, если жители примут решение об индивидуальном счете, да, но это тоже время, но люди должны принять это решение и понимать, что это их имущество, и они несут за него ответственность. А вы помогаете как-то наладить взаимодействие? То есть, опять же, инициировать собрание собственников, наладить взаимодействие с ЖКХ? Безусловно, я предлагаю такую помощь, да, если это необходимо. Ну вот, например, скажем так, МУП-центр ЖКХ, вот только что была ситуация, хлопают листы металлические, да, ну, непросто, и это почему-то чаще всего случается в нерабочее время, значит, после работы или, может быть, в выходные дни. Значит, у меня есть контакты, естественно, я звоню в МУП-центр ЖКХ, мне там помогают чаще всего, даже если это нужна экстренная помощь, я просто вот связываюсь по мобильному с заместителем генерального директора Бусаровой Валентиной Викторовной. Вот, скажем так, если я ей позвонила где-то в полшестого, то в семь вечера она мне отзвонилась, и, в смысле, она писала, что как бы уже выехала бригада, потому что работы на крыше – это высотные работы, то есть это нужно разрешение определенное, как бы, то есть выехала машина работать. Была такая ситуация, похожая, например, это было вот в зимнее время, значит, свет отключился на улице Гагарина в нескольких домах, и предприняли, значит, попытки ремонта, в большинстве домов свет отключился, и все-таки остались дома, которые остались без электричества. Причем это уже было практически, ну, полсуток прошло, текли холодильники, тоже вот, опять же, обратились в мой адрес, тоже вот через руководство МУП-центра ЖКХ, значит, устранили, искали, три часа аварийная служба искала причину, там был разрыв связи на линии, устранили, да, свет в домах появился. То есть, казалось бы, вот, ну, не совсем вопрос в компетенции депутата, ну, что делать, если такой экстренный вопрос ему надо решать? Ну, мне кажется, проблема в том, что жители просто не знают, куда обращаться. Вот они знают, что есть депутат, можно к нему обратиться? А, они знают, что есть депутат. Б, зачастую, ну, бытует у нас такое, что вот житель обратился раз, обратился два, обратился три, обратился депутат, то ли уже замкнулась цепочка, то ли действительно обращение депутата более действенное, как бы, чем, ну, скажем, вот, просто обратился житель. Возможно, какие-то организации просто опасаются, скажем так, ну, вот, если обратился депутат, это уже уровень власти, да, как бы, вроде, возможно, это некрасиво, это нехорошо, это неправильно, но, возможно, обращение жителя можно в какой-то момент и проигнорировать, скажем так, да, вроде как, может быть, за это ответственность не несешь. Вот, хотел сказать о планах, вот, на, значит, эту пятилетку, значит, в этом году мы приняли участие в конкурсе «Вам решать». Значит, депутату на округ выделяется 500 тысяч на благоустройство, то есть не конкретно депутату, а в бюджете города заложено 500 тысяч, чтобы депутат с помощью жителей смог сформировать программу благоустройства округа на данный конкретный год. Я проиллюстрирую, вот, что такое 500 тысяч. Сейчас это очень немного, потому что, допустим, если вы обращали внимание, раньше можно было просто качели вкопать в грунт, и этого было достаточно, то сейчас по требованиям безопасности качели должны обязательно находиться на покрытии, на мягком покрытии, сертифицированном покрытии, да, что, во-первых, существенно увеличивает площадь, на которой могут разместиться качели, и что удорожает, скажем так. Можно я уточню? То есть теперь не просто поставить мафы, какие-то детские качели, нужно обязательно... Обязательно сертифицированное покрытие. То есть даже если это песок, то он должен поставщика быть сертифицирован. То есть скоро у нас все дворы поменяются? Я не знаю, насколько скоро, это будет зависеть, конечно, от финансирования, но вот еще раз иллюстрация. 500 тысяч. Что такое 500 тысяч на этот год по заявкам жителей? Ну, во-первых, просили на Гагарина, 17, установить площадки для сушки белья, там они действительно пришли в негодность, и установить стойки для чистки вещей. Что такое сушка для белья, да? Вот заросли по поясу, этот самый, растительности какой-то зеленый, значит, там должна быть плитка, чтобы можно было подойти в любое время, в любое годы, да, на дне и стойки, да. Кажется, что уже у всех есть машинки современные, да, но тем не менее все равно на первых этажах, в старом районе, особенно у пожилых людей, такие вещи востребованы. Значит, вот эта сушилка для белья. Затем у нас на Пушкина, 16, в прошлом году у нас был ППМИ, программ поддержки местных инициатив, мы выиграли конкурс, мы там благоустраивали проезды и ливневую канализацию. И вот после благоустройства, и там еще был ремонт теплосетей, у нас, скажем так, вот, ну, ввиду того, что техника крупная двигалась, у нас вышли из строя тротуары. Вот ремонт тротуара запланировал на Пушкина, 16. Затем на Гагарина, 3, давно просили, мы там поэтапно, сначала для маленьких сделали зону, потом поставили там теннисный стол, допустим, например, да, они просили еще игровой комплекс. Вот в этом году ставим покрытие, ремонт покрытия площадки и установка игрового комплекса. И многочисленные лавочки со спинками и без, которые жители. Казалось бы, вы за 500 тысяч уже вышли давным-давно. 500 тысяч. На самом деле, вот, сушка белья, ремонт тротуара, значит, благоустройство, вот, маф-установка, значит, с покрытием, и это все. Если мы хотим что-то большое, современное, крупное, то, вот, действенным рычагом является участие уже в региональной программе. Вот в этом году был такой конкурс, он называется «Вам решать». От города было заявлено 11 проектов. Я считаю, что, вот, мы остались очень довольны, нам повезло, мы в победителях. То есть из 11, по-моему, 5 проектов выиграло, вот мы в том числе. Значит, что у нас были за проекты? Есть два двора, у нас это Ленина-14, он обособленный территориально. И вдобавок, чтобы вот выйти из него и поиграть на детской площадке в другой двор, например, ну, пусть даже близлежащий, нужно перейти в проезжую часть. То же самое на Ленина, на проспекте Мира-18-20. Значит, вот в этих дворах нужно благоустроить детскую площадку с резиновым покрытием, с игровым комплексом, с песочницей, там, с качелями, да. Вот мы, чтобы нам не тратить деньги, которые на благоустройство у нас выделены, мы участвовали, ну, приняли решение участвовать с жителями в конкурсе. Большая очень работа была проведена, очень благодарна жителям за поддержку, за тоже понимание, вот, там определенным образом нужно быть оформлены документы, собраны голоса, все очень, вот, шепетельный подход к оформлению именно пакета документов, обсуждение в соцсетях, голосование рейтинговое на сайте. Ну, вот, нам удалось выиграть, и теперь я очень надеюсь, что у нас будут качественные площадки, конечно, это очень будет зависеть еще и от воплощения. Вот, и у меня вот такая идея, как бы, ну, скажем, сагитировать жителей других площадок, которые хотят, чтобы у них была благоустроена детская площадка, вот, на участие в конкурсе на следующий год. Давайте поговорим о работе в Думе. Вы состоите в четырех комитетах, я так понимаю, это максимум, что возможно? Да, в прошлый созыв я была в двух комитетах, ну, это было осознанно. Я понимала, что это большое время, и большое время тратится на то, чтобы ознакомиться с теми документами, которые каждому заседанию, не думая о комитетах, значит, потому что именно комитеты выносят на Думу решение, и осознанно была в двух комитетах, это был комитет по экономике и городскому хозяйству и социальный комитет, вот. Но я прямо ощутила нехватку информации, то есть мне бы, ну, вот на тот момент хотелось бы понимать и формирование бюджета, вот, мне бы хотелось понимать, тогда вот он назывался городостроительный комитет, то есть многие вещи, которые касаются именно вот, вот, вопросов градостроительства, вот, поэтому в этом созыве я стала членом двух комитетов и даже заместителем председателя комитета по плану бюджетного комитета. Как вы все успеваете? Ну, чтобы все успевать, нужно качественное планирование. Я слушала одного человека, как бы, тоже, скажем так, который занимает и пост достаточно важный, и тоже общественной работой занимается, и спросили, как вы все успеваете, он говорит, да вот ничего я не успеваю. Ну, это шутка, конечно, была, вот, но мысль такая, что главная героиня фильма «Москва слезам не верит» говорила, когда двух человек научишься организовать, организовывать, то уже потом дальше количество не имеет значения. Вот когда сам себя научился организовывать, да, вот, дальше, ну, хотя непросто, да, конечно, потому что, ну, например, вот что греха таить, в прошлом году была, вот, коронавирусная, да, вот эта ситуация, пандемия была, вот я месяц заболела, ну, вот, коронавирусом, вышла из строя, и вот упущен момент, наверстываешь самочувствие такое, что ты просто, вот, как бы, ну, считай, тебя нету, да, вот, и потом все эти вопросы, которые, они же никуда не деваются, они откладываются. Да. Вопросы, которые вот сейчас, в данный момент, этим летом обсуждаются на комитетах, какие-то самые приоритетные для вас? Вот мы говорили о старом округе, например, да, мы говорили, что проблем коммуникаций, да, очень много, например, от жителей нареканий долго сливается холодная вода. Допустим, например, да, там, ржавчина идет в воде, да, плохо работают батареи, да, с чем это связано? Это связано с тем, что коммуникации, теплосети уже отслужили больше двух сроков эксплуатации. Требуется их замена. Замена – это существенно финансовая составляющая, да, и, то есть, реконструкция, да. Вот, например, он вопрос такой был острый, долгий, например, вопрос, который был связан с концессией горводоканала, он до сих пор как бы остался в таком состоянии, ну, не то, что не совсем понятном, а, скажем, даже не в определенном, а вот он все еще стоит на повестке дня, скажем так, да, вот, например, он был, он такой же острый, как и вопрос, как и был, скажем, год назад. Например, вчера был социальный комитет, на социальном комитете обсуждали вопросы молодежного, общественной молодежной палаты, вот, тоже немаловажный вопрос. Выступала Игнатьева Ирина Александровна, которая рассказывала об эпидемиологической ситуации, да, и о ситуации, вот, скажем так, с программой, с прививочной, как бы, вот этой деятельностью. Поэтому, как бы, мне кажется, что, ну, практически нет вопросов неважных, есть вопросы, которые более простые, какие-то вот документальные, которые все понимают, что да, надо, и у никого нет вопросов по этому поводу, то есть вот. И последний вопрос у меня, как избирателям можно вас найти? Меня всегда можно найти по телефону 3-23-65. Кому-то требуется встреча, пожалуйста, позвоните по этому телефону, мы всегда о встрече договоримся, да. Ну, иногда бывает, что люди говорят, что, ну, сложно найти по телефону, например. Ну, на мой взгляд, все, у кого есть желание и необходимость, они всегда дозваниваются. Ну, и никто не отменял, как бы, собственно говоря, городской думы. Можно позвонить туда по телефону 977-73 в секретарят городской думы. И, в общем-то, меня всегда там найдут. Можно обратиться на умный город, умный Саров. И вот часть тех, как бы, замечаний, как бы, предложений, жители, они всегда попадают ко мне, в том числе меня уведомляют о тех каких-то вот заявках, которые там они оставляют на сайте. Вот. Можно по электронной почте направить в городскую думу тоже так же. А так телефон 3-23-65, я всегда доступна. С нами была Нонна Олеговна Левина, депутат Саровской городской думы.